Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русский Хиван, я вас приветствую на канале Процветок. Сегодня мы поговорим с вами о том, как улучшить приживаемость рассады томата, перца, баклажана, других растений, особенно посленовых, но это касается огурца тоже, и капусты обязательно это касается тоже, а также улучшение начального роста развития растений после высадки рассады. Дело в том, что успех приживания рассады зависит от многих факторов, это и подготовка почвы, и подготовка самой рассады, насколько она крепка, насколько много пластических веществ накопила сама рассада, для того, чтобы в период адаптации к новому месту роста и развития у нее запаслось питательных веществ, сил для восстановления корневой системы и перехода на полноценный рост и развитие. Одним из важных факторов приживания рассады является отсутствие механических повреждений, отсутствие болезней, вредителей, нормальные температурные условия, достаточный уровень полива. Говорят, сей в грязь будешь князь, да, это в полной мере отражает также и успех при высадке рассады. Однако, есть еще один важный фактор, который может существенно увеличить и процент прижившейся рассады, и увеличить стартовый рост и развитие этой рассады. Это обеспечение корней, вот зоны роста корней, достаточным количеством веществ, пластических веществ, для легкого потребления рассады корневой системы, а особенно в условиях стресса, что немаловажно при адаптации растений, и тем самым это будет способствовать наращиванию корневой массы уже после пересадки растений и дальнейшему нормальному гармоничному росту. Тот способ, с которым я вам познакомлю, практикуется в крупных хозяйствах уже достаточно давно. В принципе, он известен в крупнотоварном производстве, особенно в зонах, где необходимо орошение в южных регионах, но он также подойдет и для более северной, более умеренной зоны возделывания растений. Он является очень простым, очень доступным, в то же время очень эффективным. Дело в том, что многие ценные для растений вещества в почве, а также регуляторы роста, которые содержит сама почва, находятся для растений в недоступном состоянии. Увеличению доступности этих веществ для растений, пока они еще сформируют микоризу, пока там установится нормальный микробиом почвы и так далее. Вот этому всему способствует легкое подщелачивание почвы в зоне роста корней. Это можно получить благодаря подщелачиванию той поливной воды, которую мы используем при высадке рассады, а также в течение 2-3 недель после посадки рассады для полива. В качестве подщелачивающего агента идеальным является едкий калий. Почему я не рекомендую золу? Ведь она же тоже обладает щелочной реакцией. Почему это не набалтывание зольного раствора, например? Ведь там значительное количество карбоната калия есть, который как раз является подщелачиванием. Но все связано с тем, что там также имеются и растворимые соединения кальция, особенно если речь идет о свежем зольном растворе. И вот это дополнительное внесение кальция в период приживления рассады является не очень-то полезным растворимого кальция, потому что он связывает фосфор, который так необходим растениям в этот самый период. Кроме того, вот подщелачивание с помощью едкого калия, оно при очень небольшом количестве самого вещества достигается такая щелочность раствора, которая очень хорошо мобилизует естественные гуматы почвы, а также те гуматы, которые вы вносите в почву. Ведь одно дело гуматы в растворе, который вы приготовили из препарата, и совсем другое, это когда он вносится в почву, реагирует с различными соединениями, содержащимися в почве, и инактивируется. Вот для того, чтобы все это мобилизовать и активировать, и необходим нам щелочной раствор для полива. В отсутствие едкого калия я буду использовать едкий натр. Натрий не самый лучший компонент для использования в растениеводстве, однако количество вносимое будет такое ничтожное, что не повлияет негативно на дальнейший рост и развитие растений. Ну, конечно, можно было бы еще использовать и соду, но это уже такое количество натрия, которое никак не годится для полива растений. Это уже слишком большое внесение натрия. Это, по крайней мере, столовая ложка кальцинированной соды необходима на ведро воды. Это очень много для натриевого загрязнения почвы. Ну, а кроме того, сода, как и зола, содержит карбонаты. Карбонаты инактивируют и железо, и медь, и многие-многие микроэлементы. Поэтому ни зола, ни сода не подходят для этого раствора. Итак, я буду использовать раствор едкого натра. Едкий натр очень легко найти в любом средстве для прочистки труб, которое называется крот или какое-то аналогичное. Оно продается в сухих гранулах или таких лусточках, в разном виде оно бывает, но в любом случае в составе вы должны прочитать едкий натр. Если вы прочитали едкий каль, то считайте, что вам очень повезло. Количество едкого натра для приготовления раствора должно быть от 1 до 2 грамм на 10 литров воды. Меньшая концентрация, как показывает практика, неэффективна. Большие концентрации являются не повреждающими, но угнетающими при непосредственном поливе растений, высаживаемых в лунку при наполнении лунки водой. Поэтому не более 2 грамм и не менее 1 грамма на 10 литров воды. Расчет показал взвешивание, что 1-2 грамма – это количество едкого натра на кончике чайной ложечки. Это 1, но чуть больше, в 2 раза больше. Это 2 грамма. Поскольку весов у вас нет, ориентируйтесь на глазок. То есть это на кончике чайной ложечки. Вот такое вот количество и есть необходимое для нас. Оно засыпается в ведро. Дожидаемся полного растворения этого раствора. Я тогда же и рукой помешаю, поскольку количество едкого натра здесь очень небольшое. Оно не окажет вредного влияния ни на листву, ни на корни, ни на кожу рук. На каждое растение нам понадобится примерно пол-литровая баночка для залития в лунку при посадке, либо для последующих поливов. Мы вносим в количестве пол-литра на каждое растение. Я нахожусь в своей томатной теплице, но просто беру и поливаю по пол-литра на каждое растение. Процедура не сложная, не трудоемкая. Брызг можно не бояться. Это вещество очень быстро, очень хорошо растворяется в воде, создавая благоприятные условия для приживания рассады, а также для улучшения наращивания корневой системы. На этом я прощаюсь с вами. Надеюсь, что вместе с нами у вас будут высокие, богатые, здоровые урожаи с минимумом трудовых затрат. Что ж, до новых встреч!